Здравствуйте, здравствуйте! С вами пастор Генри Мадава в эфире «Голос Победы». Я так рад, что во Христе Иисусе нам дано гарантированную победу. Заметите, что можно отказаться от Божьей победы, но она есть для всех желающих. И я всегда выбираю Божью победу, потому что она нам дано. Слава Господу! Поэтому сегодня у меня к вам специальное важное обращение. Если ты идешь по жизненному пути, и вдруг ты застрял в чем-то, не буксуй, остановись и выходи. Потому что во Христе Иисусе мы имеем победу. У Бога есть план, как выходить. Это я часто шучу, что бывает, что Бог дает человеку место ночевки, а он там построил дом. Не надо было. Давайте послушаем эту проповедь. Бог сегодня благословит вас. Сегодня проповедь моя называется «Когда застрял в пути, не буксуй в жизни». В жизни иногда создаётся такое, что случается ночевка, а там, где должны были быть короткие перерывы в движении. Вы знаете, как едешь за рулём, нужно остановиться, перекусить. И вместо того, чтобы перекусить, все за рулём снова ехать, уже там застряли, уже там и ночевали, уже там целый лагерь создали. То есть, получается, люди начинают буксовать в жизни. Когда ты долго в каком-то месте, отношение окружающих к тебе меняется. Это один из методов, как узнать, что ты сидишь где-то дольше, чем сезон позволяет. Израильский народ, когда они пришли в Египет вначале, они были уважаемыми гостями для фараона. Вы представляете? Сам царь Египта встречал их. Они были уважаемые гости. Но когда они побыли дольше, чем надо, к ним начали относиться, как к рабам. Поэтому, когда меняются отношения окружающих, иногда это признак того, что сезон закончился. Книга Второзакония, первая глава, шестой по восьмой стих. Написано. «Господь Бог наш говорил нам в Хариве и сказал, полно вам жить на горе Сеи. Обратитесь, отправитесь в путь и пойдите на гору Амареев и ко всем соседям их. На равнину, на гору, на низкие места и на южный край и к берегам моря, в землю Хананайскую. И к Ливану, даже до великой реки Ефраты. Вот я даю вам землю сию. Пойдите, возьмите в наследие землю, которую Господь с клятвой обещал дать отцам вашим, Аврааму, Исааку и Якова им и потомству их. Израильский народ, они были возле гори. И Бог приходит и говорит, полно вам, хватит все время здесь быть. Заметите, что синдром остаться в одном месте, дольше, чем надо, может полностью разрушить все планы Божьи твоей жизни. И как в жизни личности, так в жизни церкви, в семье и так дальше. Вопрос интересный, на который я буду пытаться отвечать. Вопрос, а почему так бывает? Я сегодня дам только две причины. Остальные 58 пусть Бог вам откроет. Потому что две причины не являются окончательным списком всех проблем в жизни. А для проповедь не могу я все причины, какие существуют. Но две основные хочу вам сегодня показать. И первое, это вопрос духовной войны. Не пугайтесь, нечего страшиться. Укрепляемся Господом. И победа во Христе нам гарантирована. Иногда мы молимся. Бог, дай мне то, дай мне то, дай мне то, дай мне помазан, дай мне власть, дари. Это очень благородная молитва. Мне кажется, бы вы знали, тем больше Божия в тебе, тем больше ударов, атаки от сатани в попытке уничтожить или парализовать то, что в тебе. Вот перед тем, как я вам прочту местописание, вспоминаю гадаринский человек. Помните? Человек, который жил в гробах. Легион держал его. Говорят, что легион в римской военной доктрине, это была 6000. Цифра 6000, не важно, то ли 2000, то ли 6000. Но представь себе, 6000 демонов удерживали этого человека. А почему? А потому, что он должен был достичь десятиградия. Цель региона он должен был достичь. И дьявол хотел убедиться, чтобы это не произошло. Но для этого пришел Господь Иисус, чтобы разрушить дела дьявола. Второе Коринфянам 12,7. Написано в Библии так. Чтобы я не превозносился через вычаянные откровения, дано мне жало воплот. Ангел сатани удручат меня, чтобы я не превозносился. Заметите, там не написано ангел Господа Бога. Это ангел сатани, который пришел в жизнь Павла. А с чего он пришел? Потому что у Павла было столько откровений, столько знаний. Он столько все видел. И когда мы изучаем, как работал этот ангел сатани. Если вы прочтете 11 глава 2 Коринфянам и 12 главы, вы обнаружите список такой, что делалось в жизни Павла. Гонение, притеснение, нужды, то есть недостатки, кораблекрушение. Его побили камнями. Его закрыли в тюрьме несколько раз. Его предали, предательства от лжебратьев. У Павла было столько всего. Это как будто какой-то дух, этот ангел сатани, стратегично везде планировал неприятности для Павла. Чтобы план Божий о Павле не исполнились. Или задержались, или буксовали. И чтобы он застрял. Или чтобы он вообще не исполнил свое призвание или функции. Но я в восторге от Павла. Почему? Несмотря на это, Павел успешно подвязался верою. Течение совершил и веру сохранил. Значит, Бог сказал правду. Благодать моя доволна. Ты сможешь успешно, вопреки. Никогда не жди, пока проблемы уходят. Бог, Библия говорит, Господь пастры мой. Когда он трапезу нам приготавливает. Ввиду врагов наших. Если дьявол использовал ангел в сатане против Павла, поверьте мне, он использует и против вас. Может, не одинаковые ангелы сатане эти. Не одинаковые масштабы ударов. Но и против вас тоже у сатане есть подготовленное сопротивление. Даже смотрите на Господа Иисуса Христа. Когда он крестился в Иордане. И Дух Святой сошел на него в виде головы. И Дух Святой ввел его в пустыне. Кто его там сдал? Сатана. Цель его была нейтрализовать Господа. Остановить. Чтобы план Божий, Бога Отца через Иисуса остановились. Иисус не сдался. И Он вышел оттуда. Библия говорит, в силе Духа. Потому что Он прошел. Судя по тем вещам, которые происходили с Павлом. Три важные вещи помогли ему побеждать. И оно поможет и нам тоже. Первое. Нужна внутренняя крепость. Внутренняя крепость приходит разными путями. Я не буду много подробностей. Но Дух Святой в нас. Общение с Богом. Дает тебе крепость внутри. Второе. Слово Божие, открывающееся тебе, дает тебе крепость внутри. И третье. Правильное общение. Или я бы сказал, общение с правильными людьми. Есть люди, которые после общения с ними, ты собирался сдаться, пообщался с ними, все, не сдамся, все будет хорошо. Такие люди нужны в жизни. Важно общаться с людьми, которые помогут тебе быть крепким внутри. Второе. Нужно воевать в молитве и в посте. Удивительно. Что когда мы молимся, мы становимся сильнее внутри. Когда мы молимся, все, что Бог вложил в нас, оживает. Когда мы молимся, даже призвание оживает. Дарит духа, оживает. Легче вспоминать все, что Бог тебе говорил, когда ты молишься. Когда ты молишься, легче Богу достучаться до твоего сердца. Когда ты человек молитвы, всегда что-то происходит вокруг тебя. А когда ты перестаешь молиться, все, что происходило, перестает происходить. Молитва важна для того, чтобы победить в этой войне. И третье. Нужно сражаться образом жизни. Образ жизни – это целое оружие. Либо на твое поражение, или на твою победу. Образ жизни. Живи так, чтобы сатана не сеял семена разрушения в тебе. Живи так, чтобы не было ничего от дьявола в твоей жизни. Израильские народы вышли с Египта. Направились в землю обетованную. О, у них прямо мечты. Я приду в землю обетованную. Я построю вилю. Я там то сделаю. Сади начинаю. Я там все сделаю в обетованной земле. Но на пути они не знали, что дьявол постарается сеять свои семена в их жизни. И какие семена дьявол посеял? Ропот. Они начали роптать. Бунт. Они сказали, давайте вернемся в Египте. Найдем себе нового руководителя. А этот Моисей и Арун нам непонятны. Неверие. Идеопоклонство. И тому подобное. Столько вещей дьявол вложил в них. Они хотят в землю. Но то, что они глотнули от дьявола, уже не позволяет им дойти. Видение у них было. Божий план был. Но они слишком много дьяволского съели. И в результате этот путь занял им сорок лет. На сорок лет застряли в пустыне. Ой, может не совсем сорок лет? Сорок лет для нации, для многих из них, они умерли в пустыне. И никогда не вошли в землю. Это был Божий план, чтобы они попали в землю? Да. Бог им приготовил в землю? Да. Бога обещал Аврааму? Да. Исааку? Да. И Якову? Да. Попали в землю? Нет. Это было бы воля Божьей, чтобы они попали? Да. Попали? Нет. Застирали в пустыне. Заметите, образ жизни делает, чтобы план Божий состоял из твоей жизни, а если неправильный образ жизни, чтобы они не состоялись. Поэтому духовная война помогает нам, чтобы мы не застряли и не буксовали. Номер два. Как выходить? Внутреннее мышление и восприятие твое может влиять на то, почему ты застрял или буксуешь. Вот смотрите, как написано Евангелие от Иоанна, 5 глава, 1 по 9 стих. «После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечек ворот купальню, называемый по-еврейски Вефезду, при которой было пять критих ходов. В них лежало великое множество болных, слепых, хромых и сохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был от режим болезни». Тут был человек, находившийся в болезни, 38 лет, аж застрял. Иисус увидел его, лежащего, и узнав, что он лежит уже долгое время. Говорит ему, хочешь ли быть здоров? Болной отвечал ему, так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню. Когда возмутится вода, когда же я прихожу, другое уже сходит прежде меня. Иисус говорит ему, встань, возьми постель твою и ходи. И этот человек, он приходил в купальню, чтобы получить исселение. И застрял там на 38 лет. Это долгое время. Чтобы понять, почему он так сидит, что было внутри него ради нас, Иисус ему задал вопрос, хочешь ли быть здоровым? Так и сегодня очень много людей, ты сидишь в одном и том же, нету плода. Долго. Тебе как будто от Бога намерение, плане, а плода нет. Есть много людей сегодня, которые в жизни нету изменения. Долго, чем надо. В семье, в служении. То, что ты ожидаешь, нету. Я понимаю, есть люди, которые скажут, такова воля Божия. Наверное, если бы спросить этого человека, он бы сказал, ну, наверное, Бог так хочет. Не все, что делается в нашей жизни, так Бог хочет. Но вот, что мне понравилось, еще Иисус ему задал вопрос, для того, чтобы он нам выдавал, чем он живет внутри, что у него внутри, опять же, чтобы нам помочь. Смотрите на реакцию этого человека. Первое, что он говорит, да я хочу быть здоровым, но нету у меня человека, кто бы помог мне. Два. А я иногда иду к воде, но почему-то другие люди быстрее меня. Я прихожу, а уже они были. Другими словами, человек говорит, Иисус, я не виноват за то, что я тут 38 лет. Кто виноват? Быстрые люди виноваты. Если бы они были медленнее, я бы успел. Два. Кто виноват? У меня никого нету. Был бы у меня кто-то. У меня никого нету. Это саможалость. Другие быстрее меня. Я жертва. Вот получается, этот человек, он застрял из-за состояния внутри него. Самооправдание не делает тебя сильным, а делает тебя слабым. самооправдание. показывает, что ты уже пойман. Откажись от самооблегчения через самооправдание. надо брать ответственность. И надо начинать говорить самому себе только то, что Слово Божие говорит. мне нравится, как написано к римлянам 12 главы 1-2 стих. Итак, умалаю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тело ваше в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Это тоже наша ответственность первое не сообразиться с тем, что нас окружает. Сначала с этим миром или с нашим окружением. Это также наша ответственность преобразоваться обновлением нашего ума и тогда мы познаем волю Божию правильную. Человек должен брать на себе ответственность меняться, развиваться, улучшаться, углубляться в Боге, в познании Слова Божия. Это твоя ответственность. Мне нравится, как закончилась история с этим лежачим 38 лет. Это то, как закончится сегодня с вами. Он сказал, хочешь ли быть здоров? Он там начал, ой, я не имею человека, быстрее меня идут, мой муж такой, моя жена такая, мои дети такие, мои родители такие. А вопрос такой, хочешь ли быть свободным? Это надо просто сказать, да, хочу, освободи меня. От тебя Бог просит согласия и доверия ему. хватит в одном и том же. В семье, в жизни, в работе, в бизнесе, в служении. Бог хочет, чтобы ты двигался дальше. Но слава Богу, я всегда говорю людям, пришла болезнь в жизни, но это место ночевки, но не надо там остаться навсегда, выходи из болезни. Пришла проблема в семье, да, это ночевка, выходи, не оставайся там. Пришла проблема на работе, да, это ночевка, но не оставайся там, не строить дом вокруг этой проблемы. Всегда научись выходить. И как один человек сказал, пастор Генри, у меня дело хорошо, но под обстоятельствами. Я сказал, слушай, выходи из-под дними, просто иди в жизни, не надо остаться под обстоятельствами. Поэтому, к чему я это говорю? Хочу вам сейчас показать несколько свидетельств людей, которые в жизни столкнулись с болезнью. И оказывается, можно поверить и выходить. И Бог им помог, потому что наш Бог есть Бог чудес. Давайте послушаем эти свидетельства. Но не забудь, то, что произошло с этими людьми, Бог сделает точно так же с тобой. Ожидай и имей настрой. Сегодня твой день. Татьяна, я приезжала три раза. И я сегодня утром встала, встала и пошла в церковь. И Бог меня исцелил. И Бог вас исцелил? Да! Да! Господь, спасибо! Татьяна, после инфаркта несколько лет назад, как последствия было шум в ушах и тяжесть на сердце. У вас был шум в ушах? Шум в ушах был? Шум в ушах. Много лет? Катаракта. Катаракта. Да. А сейчас? За пару роков. Сейчас стало легче, стало лучше. Стало лучше мне с сердцем. Ту неделю... То есть, и глазам легче, уши и сердцем. И сердцем. Ту неделю, как вы молились, у меня так ухватило сердце в зале. Как вы стали молиться, оно перестало. И вот по цей день я вышла за меня, как вы молились, у меня такая радость вышла, мне так доброе. Боже, спасибо тебе за это исцеление. Слава Богу! Я всегда рад, когда я вижу, когда Бог исцеляет людей. Но вы знаете, что? Исцеление это очень важное чудо. Это точно так же, как финансовое благословение. Но чемпион чуда, если так можно сказать, это спасение, это главное чудо, это чудо, которое выше всех чудес. Можно много чего терять, но главное в жизни или иметь спасение, и не терять. Многие из вас, вы скажете, пастор Генри, а я вообще что не спасен. Я не знаю Иисуса как своего личного спасителя и Господа. Тогда давайте прямо сейчас мы обратимся к Нему. Зачем медлить? Будем просить, чтобы Он простил и дал нам новую жизнь. если вы желаете покаяться, примириться с Богом, я хочу помолиться с вами прямо сейчас и от души, если вы помолитесь, Бог простит. Скажите со мной, Отец Небесный, прости меня все мои грехи, дай мне новую жизнь. Господь Иисус, войди в мое сердце. Благодарю Тебе, что Ты услышал меня и простил меня во имя Иисуса. Аминь. Если вы помолились эту молитву искренне, Бог услышал, Бог простил, и с этого дня вы Божие дитё. Помните, я вам обещал, что то же самое, что произошло с этими людьми, Бог сделает для вас. Если вы сегодня забуксовали в жизни, застряли в чём-то, или вам нужно чудо от Бога, возложите руку на своё сердце или там, где болит. И сейчас я помолюсь и Бог сделает чудо. Господь, благодарю Тебя за Твою силу, которая творит чудеса. Поэтому во имя Иисуса запрещаю болезни, говорю болезни, уйди сейчас во имя Иисуса. Господь, я прошу Духом Святым, оживи и выведи каждого, кто в жизни застрял в чём-то, забуксовал во имя Иисуса. Благодарю Тебя, Господь, за чудо, за исцеление. Аминь. Пусть вас Бог благословит. Я вас очень люблю, потому что Бог вас любит. И помните, во Христе Иисусе всегда есть победа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова